ребятушки привет эфир из дуба и нахожусь возле дороги и здесь такая строчка автодилеров и среди этих автодилеров есть плюс motors это ребята которые продают топовые машины феры лампы bugatti сейчас зайду посмотрим это все можно купить и если будут опубликованы цены внизу будут прайсы также тайм-коды на все автомобили будут внизу посмотрим за сколько это все продается в каком состоянии какой ассортимент и кстати говоря я посещу три салона еще помимо first motors и здесь будут такие редкие экземпляры даже как фера f40 или погани ее по-разному называют но в россии она просто поганит очень интересная тачка вот в общем эксклюзивчик будет в этом выпуске ребята пошли смотреть ребята на входе сразу встречают погани просят не трогать по моему полностью карбона это все карбон это все углепластик но вот это вот это конечно миллионы евро очень крутая машина очень легкая блин просто есть обзоры русскоязычные на ю тубе вы посмотрите сколько машины просто десятки и bugatti можно даже вот прям вот вот прям подойти посмотреть очень близко открывать нельзя вы посмотрите какие здесь пушечки без лобового макларена еще первый раз такого вижу очень стилевый в общем vip motors не зря я стоял на закуску потому что здесь очень вкусно но это мы видели уже в first motors и вау 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 просто машины мечты к сожалению большинство из нас это просто будут модельки на столе очень-очень красивые тачки посмотрите какая lamborghini это по-моему у нас lamborghini aventador с vr вы посмотрите на эту черную акулу просто вот тут ее парень натирал вообще сдувал все пылинки то у нас murcilaga lp674 вайпер велос 65 литра 670 сил десятый год едет 3 2 секунды ну то есть по скоростям эти тачки уже по сравнению с современными автомобилями они уже но не так выглядят круто потому что всякие в стоке бмв мерседесы сейчас показывают эти же секунды без какого-либо особого тюнинга но никакая бмв не выглядит вот так завели какую-то пушку ой белый мат то у нас пленочка кстати можем сделать вам ваш автомобиль хоть лица хоть фита можем сделать в какую-либо глянцевую пленку в глянцевую защитную полиуретан защитный матовый и ваша машина даже вид будет выглядеть вау это не очень дорого очень стиле черное и белое как же они сочетаются просто как два вороных коня это вороной а вот это вот беленький стиль ну тут у нас целая череда ламборгини я вижу то что пробежная тачка продается продается к сожалению информации нету какого года какой объем сколько едет следующая ламба черная но уже вот на таких накладках красных тахуракан с то 5 и 2 объем 640 сил 22 год новый без пробега едет 29 секунды 060 красотка очень стилёвая тачка очень стилёвая это хуракан тоже но в кузове кабриолет очень много кстати говоря есть в аренду этих автомобилей брал в аренду хуракана в прошлое посещение дубая и скажу вам так блин сидеть крайне неудобно хотя у меня рост не самый высокий на метр восемьдесят пять вообще залазишь вылазишь очень удобно но это все компенсируется тем то что ты едешь у тебя просто напрямую в кровь выбрасываются все виды гормонов которые отвечают за удовольствие потому что эти тачки дают такой кайф даже просто звуком а когда ты раскручиваешь мотор там до 6000 в каком-нибудь и вы знаете когда ты вот такую малышку раскручиваешь каком-нибудь туннеле до 6000 оборотов как она звучит потому что мотор прям за твоей головой здесь вот 6 там и 5 6 2 когда у тебя звучит выхлоп когда у тебя работает роботу вау вообще то есть у тебя все гормоны за отвечающие за удовольствие они просто гейзером попадают в кровь и вот эти неудобные посадки какие-то нюансы у тебя нету юсб порта даже в этой машине у тебя все неудобно потому что этой машины пользоваться неудобно это все уходит на второй третий план потому что тот кайф который она дает ни с чем не сравним он такая вот старенькая ламба к сожалению без информации они тоже восстановленная раритет порш девятьсот восемнадцатый спайдер очень красивый тоже в сером цвете к сожалению нету информации про моторы про год производства но я считаю наверное это где-то 21 22 23 год очень стилевая тачка у какой у нас тут мерседес но это просто вообще легенда такой шоу кар стоит тоже информации к сожалению нигде нету по нему какой объем мотора было бы очень интересно посмотреть возле окон у нас целая строчка стареньких ferrari к сожалению вот прям я вот не знаю по моделям как каждая называется но это очень красиво и стильно все-таки итальянцы самые красивые самые стилевые делают тачки какое сочетание цветов всяких воздухозаборников бамперов накладок колес уши уши зацените уши кто там хейтил вообще уши находящиеся на крыльях там допустим той же сенчури в предыдущих поколениях допустим втором стиль бронза когда смотришь на эти тачки просто получаешь эстетическое удовольствие от того что люди не гнались за рынком допустим как ford как toyota и другие бренды которые работают все равно на масс-маркет до сих пор и люди создавали вот такие вот автомобили эксклюзив красота были в приоритете мощность кайф от управления эмоции от управления очень очень стильная грядочка вот это но это та самая ferrari f-40 а вот ее я знаю вот эту машину я знаю давайте заглянем салончик плохо видно к сожалению нельзя ничего трогать нельзя садиться за руль вот такая вот стилевая тачечка легенда напоминаю все продается поэтому в принципе если у вас есть желание мы отправим запрос сколько стоит эта малышка друзья ну что за бескусица стоит в конце зала шучу шучу посмотрите гелики кстати говоря почему-то не вижу а вон стоит беленький я думаю здесь поголовно все шестьдесят третий вы посмотрите на этот ствол brabus так ну что у нас тут mercedes 4 на 4 brabus 500 до 4 литра бензин 500 сил семнадцатый год такой вот красавчик очень стилевая тачка абсолютно непрактичная нафиг ненужная но конечно как он выглядит это просто просто секс и брутальность такие вот гелики здесь беленький вот это вообще мой любимый цвет бронза вообще сейчас очень кайфует то что начали делать очень многие бренды вот этот цвет даже рафчика можно купить в таком цвете все 63 да все 63 кстати на правом руле такие тачки на несколько миллионов дешевле поэтому если вас не смущает гелик на правом руле вы можете прикупить его из японии трехлитровый дизеля 63 к сожалению нету на правом руле потому что они бы тоже бы стоили бы там на 4 на 5 миллионов меньше и почему быть не взять так почему здесь просто место гелика купили серый цвет смотрите тоже очень стилево выглядит так это у нас что кулинар такой роуз тоже в цвете обратите внимание я вам говорю вот вы можете купить себе рафчика в таком цвете и быть в команде вот таких вот машин как тот же самый он тут гелик вот этот кулинар rolls-royce вот еще один кулинар черный на рыжем салоне сейчас в россии вообще непонятно что с ценами на эти автомобиле но я думаю сейчас наверно миллионов сорок стоит новый кулинар еще один черный но все равно знаете когда у тебя за спиной стоят вот эти пушки но вот росы как бы ну такое себе честно говоря смотрится ну то есть все ты к ним холоде но просто rolls-royce и rolls-royce когда у тебя позади вот это ты просто садишься заводишь и у тебя уже начинается выброс адреналина эндорфина ладно продолжим смотреть наши скучные машины так что там я вижу урус урус тоже стилёво сделал вот это тюнинг зацените как это называется ну тоже да сделано под карбон углепластик забыл как называется эффект кстати говоря можно покрасить любой бампер в подобный стиль и можно быть тоже в команде ребят которые вот ездят вот с такими элементами только это настоящий углепластик а у вас будет сделана имитация какая скука range ребят если что я так шучу просто просто эти машины они ну вообще не особо смотрятся на фоне вон тех пушек я вот прям хожу исключаю честно говоря синий кулина но выглядит прикольно кстати говоря он на видео почему-то очень сочного цвета но в реале он поспокойнее у него цвета геликов я думаю будет побольше будут всякие зеленые красно-черные какие-то хаки цвет какие-то матовые но гелики здесь абсолютно скучные все 63 ну и та пушка-то пушка в конце это какой-то rolls поставлены отдельно не знаю почему на таком даже не знаю как назвать это что-то между коричневым красным салоном такой же кабри как и все остальные гост дерево белый цвет как же гармонично все сочетается белая машина вот на таком белом подиуме который может крутиться очень стилево тонированный значок роуза ладно ребят заканчиваем с этими скучными машинами переходим вот сюда но просто но еще сразу уже во мне рождаются другие чувства и эмоции когда я смотрю на вот это так porsche 911 давайте посмотрим gt2 rs club sport 2021 год 700 лошадей 38 мотор едет 060 за 2 с половиной секунды вот такой красавчик так еще одна афера у нас здесь но кстати белая с черным уже не так стиле его смотрит 488 мая челлендж двадцатого года 670 сил едет 2 2 и 9 это 060 они тут до сотни почему-то не пишут они у них в общем до 060 так на нас макларен выглядит как новый 765 лт 21 год так 2 и 8 секунды 755 лошадиных сил честно говоря даже никогда не сидим макларене но я думаю это такая же неудобная машина как и lamborghini у вау это я но вы видите до вкрапления посмотрите какое вообще цвет очень интересно сделано но но не знаю не знаю не знаю чуть не очень 765 лт 21 как предыдущий 2 и 8 секунды черная крыша спойлер вау еще одна фера все-таки белая с черным и красность черного конечно красный ferrari должен красный если 90 с страдель а с эту фиорану о божечки 4 литра 986 сил двадцать второго года новая 060 есть за две с половиной секунды вот такая вот красотка еще грядочка у нас тут ferrari всяких разных стоит я просто в каком-то раю я не знаю здесь просто ну как бы глаз уже но я уже под привык и честно говоря не особо как-то но восторгаюсь хотя одну прошло там полчаса как я здесь нахожусь и вот кстати интересное решение на ранее завода так покрашена sf 190 с это тоже самое что предыдущая ferrari 4 литра двадцать первый год и ты ходишь и у тебя уже успокаивается внутрянка ну ты как бы но ferrari он у ламборгини там porsche 918 нотей красиво там про гельки и про рейнджики вообще молчу то есть это все они тебя вообще не притягивают глаз в общем это рай для автолюбителя посмотреть а если есть возможность покататься взять в аренду такому машину welcome to dubai офис отдел продаж ну вот пожалуйста что-то либо на какую-нибудь пешечку просто переставляют кстати очень тихо работает когда там мотор не менее 6 литров если я не ошибаюсь очень тихо работает в общем покупаются вот эти скучные автомобили поэтому здесь вот идут рокировки перестановки этих машин гелики кулинары потому что вот эти малышки я думаю трогаются с места очень редко пополняется коллекция кто-то покупает кстати говоря у кулина очень тихо работает мотор на гелике слышно выхлоп ну и конечно же резина обрезину пол резиновый все чисто и так ребят давайте пройдем до ой пролазим мимо как бы не поцарапать своими штанами есть сейчас не шучу как посмотрите у нас здесь rolls-royce гос кузове купе на черно-желтом салоне очень классно выглядит очень стилёвая тачка кстати говоря там вроде бы говорят нету usb портов но они как сенчури они стремятся в классику и поэтому сделать там супер много каких-то мониторов даже обратите внимание вот вроде бы ну наверное это 21 20 год но у него аналоговая приборка нету никаких здоровенных мониторов как у там бмв у мерседеса других ребят которые уходят поголовно в сенсор вот допустим maybach 223 580 серия черная панорамная крыша эти вот эти мониторы здоровенные но выглядит вообще очень скучно и как будто он вообще не из-за этой тусовки автомобилей когда вот рядом такие вот черные малышки ferrari я даже но сходу а это по моему f f серия очень стилёвая это конкурент mercedes gt башмака их три штуки тут стоит красивых так дальше ferrari идут кабриолеты что очень подходит для майами для дубая очень стилёвые машины так ferrari f 8 spider 3.9 литра 22 год без пробега 711 лошадиных сил так это что тут за воздухозаборник но можно что-нибудь положить щутком так чувачок что ты кого фотошми . вы посмотрите на эту зеленую феру она тоже обклеена это винил сверху какой-нибудь матовый полиуретан вот здесь очень делают стиль у нас конечно дальнем востоке хоть ребята очень стараются детейлеры заклеивают машины тоже играются с визуалом но хозяева интересных тачек но я даже не беру про lamborghini а просто какая-нибудь стилёвая купе х но никто не заклеивается в яркие цвета никто не делает что-то для души я не знаю они либо экономят деньги ну хотя это ну как бы у тебя тачка когда она стоит миллионы рублей там отдать за пленку там 300 400 тысяч полностью заклеить в какой-либо веселый цвет и ездить на какой-нибудь вот такой вот салатовый интересные пушки и пусть даже это будет toyota gt либо subaru brz или это будет даже lexus lc 500 который там стоит там сейчас бушный 7 8 9 миллионов там плюс 400 тысяч рублей он тебя превращается в какую-нибудь матовую пушку не знаю ребят на дальнем востоке подобного не делают в кузове это у нее крыша тарга наверно так 812 gts 65 объем 65 объем 23 год вау 789 сил очень стилёвая машина так rose открытый кабриолет посмотрите давайте посмотрим еще на классику но это стиль конечно сенчури здесь отдыхает скажем прямо но японцы позиционируют свою сенчури все-таки машина как же сейчас на обзоре машина на которую заработана упорным трудом но в строгом костюме как-то так если я не ошибаюсь ну стилёво rose конечно смотрится стилёво и реально вот это вот решетка решетка фары колеса здесь немного такие пошлые у сенчури я все-таки считаю неудачнее все-таки конечно перекликается решетка передняя часть с этой . вы посмотрите да вот вот это вот рыжая и посмотрите на вот этот мокрый асфальт на эти колеса не пошлые его божечки как это красиво на этот сиреневый салон черный да твою ж мать как они сделали это так красиво вау просто вау в кузове к но это идеальное решение для дубая так и вот белый на черных колесах блин да как же они делают салоны так стилёво красиво черный желтым вау полоска на капоте ваше мнение а да тут их целая гряда этих машин темно-синий на белом салоне блин просто идеальные сочетания и считаю цветов салона кузова вау просто серия кабриолетов от rolls а они выглядят куда интереснее чем вон те там всякие кулинары гелики все таки я не люблю внедорожники вот серьезно ну как бы да есть очень красивые там у джи мне нравится заряженные там гелики мне тоже нравится как выглядят но все таки моя любовь это вот легковые автомобили это седаны это всякие купе кабрики пусть это да не практично где-то в россии но все таки моя любовь остается с автомобилями которые пониже к земле которые более как я считаю стилевые в общем каждому свое красота я думаю не все посетители этого автосалона отрывали взгляд от вот этих вот очень красивых стилевых горящих машин на вот эту стенку где japan из леггинс извини за произношение но тут тридцать второй sky у нас у нас тут toyota supra но и к сожалению все там уже почти американские большие объемы стоит тачки и было бы прикольно на самом деле увидеть здесь подобные автомобили в комнате очень хорошем состоянии но на самом деле они бы здесь смотрелись бы наверное не совсем в тему потому что здесь вообще другого класса автомобилей пусть даже есть и старенькие раритеты но все таки здесь италия здесь porsche здесь макларены здесь rolls и все таки здесь вообще немножко другой класс автомобилей другие интересы у посетителей данного автосалона но приятно то что как бы отдают дать вау это кто там завелся вы слышали этот звук не это не rolls-royce который не слышно вот такой стилёвый спортивный ford ай какая фара очень интересно построенная так давайте почитаем информацию это ford gt studio collection один из 20 автомобилей 35 литров 660 сил 22 год так едет чуть более трех секунд 060 вот такая вот машина стилёвая очень стилёвая ну что-то между ferrari и маклареном оказался вот ford кстати говоря смотрели ford против ferrari если нет замечательный фильм посмотрите его меня даже мама когда смотрела его со мной переживала за там главного героя как он пройдет круг в общем фильм который очень круто снят крутые крутые актеры крутая задумка и вообще крутой режиссер который завлекает людей свою картину и который описывает реальную историю борьбы между ford а ребят которые всегда делали машин для масс-маркета и ferrari которые делают вот самые вкусные здесь машины какие звуки тут а они прям вот у меня прям ноги прям туда иду посмотри да кто же там завелся опять как звучит это все та белая ferrari которая я предполагаю у него выхлопа крапович ребята и и выпарковывают это завели феру вот ее что-то поглубже ставят зачем-то а и по-моему еще заведен или нет 911 porsche что-то их двигают до 911 это они на пару так звучали ой конечно как они звучат вот даже просто просто стоят на месте но вот этот выхлоп о каких катализаторах идет речь из стиля сразу приковал внимание ребят которые пришли как я посмотреть в автосалон 911 porsche куда-то поехал возможно был продан обратить внимание все выдрано из салона видно участвовал где-то все в углепластике выхлоп 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 но я думаю пацаны на чуркине у нас принципе могут сделать такой же на самом деле но как бы выхлоп злой но звучит честно говоря не так круто как допустим сейчас там на каких нибудь bmw m-серии которые там на 615 сил они звучат по моему поинтереснее какая-то тут маленькая автоколлекция просто 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 что у леди гаги бугатти так о меня часто сравнивают с этим мужиком я до сих пор не понимаю почему вроде волосы у меня есть вроде пиццу таких нету не знаю почему так у него какая-то фера а ну да это просто тачки вот таких вот девчат с большими попами которые благодаря им прорвались кстати да вот кто бы мог подумать вот в наше детство или там но когда еще не был разве так интернет что когда у тебя вот такие бедра вот такая вот задница это принесет тебе миллионы долларов в твоей жизни это просто будет как бы не знаю твоим уникальным торговым предложением за которые люди будут готовы платить для кстати говоря это тачки звезд наверное вот эта вот реклама была но очень интересно интересно шварценеггер в бентли что что хонда это кто я вот не знаю это по моему блин у меня слабовато честно говоря нам а имена звезд именем что 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 вот такая вот мурси лагу если я не ошибаюсь вот те восьмая миля кстати блин интересные и вообще фотокарточки которые подогревают людей а почему бы мне не приобщиться к сексу в большому городе и вот не купить себе такую же машину как у звезды этого фильма вау не ну все таки джейсон стать там все таки чувак ребят напишите если вы видели комменты то что меня с ним сравнивают и кстати говоря мне даже люди говорили вообще без знания комментариев на ю-тубе что меня называют статомом почему-то сравнивать меня с ним они мигрили в реале что я на него похож чем ну такой вот автопик а между тем тачки двигаются продаются меняются местами кстати говоря завели да вот эту ferrari и она вообще практически не слышно необычный цвет для ferrari и возможно не завода это у нас спайдер 16 тем 4 3 2009 год почти десять тысяч километров 37 едет 60 060 крутая тачка в кузове кабриолет коричневый салон тоже очень стилево смотрится и как бы хочется сказать а чё так мало всего кнопок всяких и прочего но та афера она просто очень круто звучит и притягивает внимание снимают все весь став вокруг нее крутится выгоняя 223 в общем у ребят большая ракур но вообще посмотрите этот майбах но он просто теряется здесь просто теряется он никому не интересен когда вот такие стволы стоят это вот gt тоже честно говоря здесь они это стилевые машины в оранжевом цвете на черных колесах на углепластике на карбоне вы посмотрите какой стиль но ну не знаю слишком современно слишком как-то не по итальянски выглядят и не притягивают так внимание как вот вот эти вот малышки как феры ламбы макларены это у нас Мазерати вот это интересно я даже очень похоже либо на феру так что-то я боюсь неправильно прочитать это вообще что за автомобиль мазерати мс 20 3 литра всего лишь 630 сил вот это там турбина стоят 22 год 2.9 едет 0.60 вот такая вот стилёвая орёт сига ну вот этот мерседес ну да вот это стиль просто это шоу-кар какой-то мерседес бэнс SLR макларен 722 с 1 из 150 созданных собранных 5.5 литров 650 сил всего на такой большой хотя в мазерате да 3 литра рядом и у нее там столько же сил едет 3.7 пробег почти тысячи километров ну это стиль 2009 год 2009 год ну вот это стиль очень-очень-очень мне нравится прикольные машины ай GT ну не знаю ну ну не то хочется вот эти тачки смотреть хочется вот эти тачки смотреть мерседесы просто здесь они как будто не на своей вечеринке а слишком как-то потому что там всякие ешки эски а класс ц класс и когда вот ты даже видишь от этого бренда вот такие вот очень спортивно выглядящие машины с жабрами с воздухозаборниками с карбоном но они как ну не притягивают свое внимание здесь именно ну и кстати говоря как бы посетители не особо жалуют эти две машины заведенная вот эта фера и вот этот макларен и макларен конечно звучит покруче вот он только что на холодную запустился это про ой какой это просто как будто симфонический оркестр играет я не знаю получаю очень большое удовольствие от выхлопа и приходят некоторые машины сейчас установка тор и ты можешь купить себе какую-нибудь дизельную бмв дизельного мерседеса трехлитрового и дизеля не звучат но установки всякие тор и других брендов дадут тебе возможность ты можешь поставить себе звук макларена или уруса в твою дизельную бэху и звучать как вот вот эти тачки ну звучит забавно но как бы люди пользуются ай стиль красный макларен ну просто ой я даже не знаю это круче чем голая раздетая классная женщина макларен заведенный феру заглушили ну фера доработанная по ней видно макларен уже оборотики упали прогревается кстати абсолютно не воняет выхлопом вот тебе и дикие там 600 700 сил даже нету разъедающего запаха выхлопа ребята я уже почти собрался уходить и совсем забуду что этот салон он везде козыряет тем то что у них есть несколько bugatti посмотрите это диво смотрите как стилёво это смотрится пусть там эти машины где-то да технически у них старые агрегаты там они где-то там неэффективно работают это мнение нашего автоблогера российского я в принципе доверяю ему очень объективно рассказывает описывает свои чувства за этими машинами но вот это диво диво дивное посмотрите как она стилёво выглядит или вот это черон это вообще как он как на нем переливаются цвета вот это линия на крыше оранжевая на капоте темно-синий цвет какой-то очень-очень глубокий тормозные диски о божечки там керамика вау просто вау здесь вот такая вот у них нельзя близко подходить вообще блин прям вообще нельзя жалко 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 очень интересные тачки давайте подойдем вот к этой bugatti смотрим поближе тонировка с вкраплением перламутра но это просто какой-то жук смешной честно говоря по виду но они считают это стильно но окей тачка конечно видно что очень дорогая очень интересный уголочек конечно но почему-то все равно люди все в основном феры ламбы макларены которые вот там ребят сейчас перегоняют вообще все зрители там и там bugatti никто не смотрит ну потому что они развернуты передней частью в окнах к ним нельзя подойти и ты видишь только заднюю часть она безусловно красивая но хочется конечно посмотреть эти машины поближе со всех ракурсов так вот это белая фера как она звучит ребята вот этот пацан делает какой-то фильм наверное как я ай красотка сейчас поедет куда-то возможно купили возможно какая-то рокировка стилевый стиль послушайте просто как она звучит это стандартный выхлоп это никакой не акропович пацаны сто процентов кайфуют от работы здесь вы посмотрите вон даже бутылки падают от вибрации которая исходит от выхлопа этих автомобилей кстати друзья в конце вот этой строчки где расположены феррари возле окошка красивые ой прям я не могу оторвать глаз от них бесит вот такой вот баннер на котором слова энзо феррари и которые значит каждый мечтает водить феррари это было моим намерением с самого начала и полностью соглашаюсь с этими словами потому что хочется прыгнуть вообще в каждую малышку без разницы это кабрик вообще любая модель и просто покататься и получить удовольствие за рулем вот такого любого автомобиля от феррари и это то о чем я говорил эти машины созданы приносить удовольствие все это их единственная миссия и никакой практичности расходе ремонтопригодности не идет речи только о кайфе и только о эмоциях и потом мы возвращаемся в реальность и вот посмотрите то есть припаркована машина обычная вот тут вообще какой-то нисанчик едет двухсотка дорестайловая вон еще одна двухсотка дорестайловая в общем обычные машины и все и как возвращаться вот в этот мир когда ты вот здесь вот за час-полтора получаешь просто эстетическое удовольствие очень кайфуешь глазами и ушами это эстетика здесь просто маленький рай для любителей автомобилей сейчас придется выйти и все вот она реальность это крузеры 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 ребят посмотрите на стоянку которая рядом с POS Motors стоит рейнджик стоит старенький мерседес вот сейчас только что подъехал урус там стоит инфинити за ним рабочий хайс там Nissan дальше и прочее и посмотрите на дорогу то есть эти автомобили в основном в Дубае они обычные то есть это поджерики это какие-то корейцы кроссоверы седаны есть старенькие машины есть новые даже есть Toyota Vitz на левом руле в общем все что продается вот здесь все вот эти Ferrari и прочие вот эти люксовые тачки это не равно что весь Дубай ездит на этом этот эксклюзив продается и конечно же в центральных районах Дубая во всяких Blue Waters на Пальме и прочее таких машин очень много можно встретить они рычат они видны они намыты они красивы они притягивают себе внимание но Дубай ездит на вот это простые машины которые ездят в принципе и по России поэтому не надо строить иллюзии это страна где люди все равно выбирают вот это надежная неприхотливая экономичная сказал Сергей про 5,6 объем друзья Дубай это все таки 99% простых машин друзья пока иду до Vip это до следующего крайнего салона где будут Rolls Lamborghini Ferrari и прочие топовые тачки расскажу как нужно отправлять автомобили из ОАЭ если вы покупаете вот такой эксклюзив который я вам показываю в этом видео эти машины чтобы они не ехали автовозами по всей стране в общем козьими тропами добирались до России этого не нужно делать эти машины нужно транспортировать самолетом машина прилетает в Казахстан там растамаживается обтягивается полностью пленкой по периметру и на отдельном автовозе вообще под особым контролем она транспортируется в Россию там пересекает границу и уже едет там ваш город то есть не надо жалеть там там денег это примерно стоит 20-25 тысяч долларов транспортировка этой машины самолета в Алмату когда у тебя тачка стоит 200-300-400 тысяч долларов ты просто покупаешь место на самолете у тебя добавляется к стоимости там чуть больше миллиона рублей у тебя машина первое быстрее доставляется второе безопаснее вероятность получить какие-то повреждения что в тачке будет сидеть много народу то что в каждом порту в нее залезут будут там сидеть восторгаться ей трогать все ручки все кнопочки все этого не будет поэтому друзья если вы все-таки нацелились на какую-то топовую тачку у нас есть опция доставить ее в Алмату самолетом это безопасно и быстро и по пути вип моторс вот я вижу мини купер который ну просто очень стилево смотрится на люке трех дверей а вот здесь вот скучная бмв вообще абсолютно не притягивает внимание в общем друзья вывод какое покупаете стилевые тачки это не так дорого если вы не знаете что купить ваш бюджет стилевая функциональная классная из Японии там ну и скорее бюджетно не получится купить стиль это больше наверное про Японию про правый руль потому что те же самые куперы они будут у вас на правом руле на правильном правом руле обращайтесь к нашим менеджерам и наши ребята знают все стилевые классные тачки за адекватные деньги оставлять заявку получить консультацию по стилю ребята а по пути вы знаете ну конечно же стоят всякие лексусы вон всякие поджироспорт и другие автомобили но очень много вранглеров о 1941 год красава вообще вот это боевик ой колесики блэк рухина как они смотрятся очень круто вот эти машины встречаются постоянно вообще везде и на Дубай Моле и в других там на Чумейре очень много этих машин я не понимаю зачем они здесь нужны никто бездорожья нету по песку они не катаются и просто людям нравится стиль этих автомобилей их здесь очень много и по ценам тоже будет под этим видео мы упомянем сколько стоят вот эти автомобили из Дубая их можно привезти из Кореи их можно привезти из Америки очень популярная машина продающаяся практически на всех континентах друзья по пути в очередной салон зашел в торговый центр где на первом этаже выставлен машину посмотрите тут вот машина кстати говоря они новые то есть тут вот допустим вот Mercedes G63 121 км пробег так что у него вся информация написана ну кроме цены цена по запросу ты спрашиваешь и в общем поднеслась продажа вот посмотрите 2,06 стоят позади меня 300 на тряпке там Defender Ford Bronco очень интересный я все его сравниваю с FGM и вот он мне и нравится и не нравится в общем уф тоже ребята занимаются представлением машин загрузка новых Bentley Bantyago тоже продается и их на самом деле не очень много Bronco новый 21 года 98 км у него гарантия до 26 года 100 000 километров в общем такая вот тачка ну в общем это такой конкурент FJ и блин хотелось бы честно говоря поэксплуатировать такую тачку в каких-либо боевых условиях вон ребята в белых объединениях присматривали себе 300 наверное гонять по пустыне так сейчас еще посмотрим эксклюзивчик здесь то есть в Дубае в принципе вообще не проблема найти какой-либо автомобиль даже там какого-то уруса в ком-либо цвете очень большое разнообразие как я понял уже у нас допустим заходишь и там что продается из там условно говоря там там типа Porsche да тех же самых там 910 у тебя там вариантов там ну там дай бог там два десятка наберется и то наверное не наберется там старые всякие варианты здесь же ты можешь в голубом в черном в красном цвете вообще разнообразие очень большое если у тебя есть кэш то ты в принципе в день вот утром у тебя проснулась мысля купить себе какого-либо кулинана в ком-либо определенном цвете с салоном ну только не очень там не леопардовый салон ты его в этот же день в Дубае купишь в России под большим вопросом соответственно опция привести под заказ себе тачку очень актуальна даже Audi RS 6 классная тачка тоже покататься также в этом салоне представлены Maybach GLS ну это уже такие можно сказать гражданские тачки конечно же нету ой таких крутых экземпляров которые были в фёсте вот но в общем ребята принимают на продажу автомобиль продают их вот допустим Гелик да все 63 то есть каких-либо трешек дизеля ничего нет 22 года 23 километра пробег 585 сил 63 красивый хороший новый вообще по геликам наверное все таки ближе их покупать это в Корее тем более там одни можно сказать 63 то есть там дизель вообще не найти о посмотрите бентли бентли бентяга стоит вообще в изумрудном цвете тоже у него как из фёста у уруса сделано бентяга спид мансори тоже новая тачка абсолютно майбахи ну и самое интересное выставлено возле окон бх и восьмая хуракан а я на таком же ездил тоже клееной пленкой классный красивый двенадцатого года тридцать одна тысяча пробег шести пять литровый двенадцать просто дуровая тачка вообще мне очень понравилось porsche девятьсот одиннадцатый стоит в голубеньком цвете в общем все красиво и вот эта улица она все продолжается то есть рядом продается мазда бмв и вот между официалами затесались вот такие вот ребята продающие такие крутые тачки и бушные новые вот это у нас кулинар белый тоже очень стилёвый но мое сердечко рвется быстрее в вип потому что там будут феры ламбы макларены и прочие пушки спросил могу ли я поснимают да вообще все ребята очень лояльно потому что чем больше ты запускаешь людей которые что-то снимают распространяют на своих клиентов тем больше продаж вот а у нас как-то в россии что-то не очень как-то с этим такой гост фантом двадцатого года 45 тысяч пробег гарантия до декабря двадцать третьего года шесть и шесть литров такие вот тут раритетики стоят привет ребята ну что иду в последний шоу-рум это вип моторс они все в одной строчке честно говоря у меня уже знаете такой эстетический оргазм от увиденного вообще машины просто муа и знаете после когда ты видишь много подобных автомобилей тебе уже кажется блин купить камри или купить там грузера какого-то или там любую другую гражданскую машину ну как-то скучно что ли и хотя знаете не обязательно равняться на аферы на бентли есть машины которые очень стильно выглядят в масс-маркете например там тот же k-car suzuki hustler это коробка да но какие цветовые решения применяют suzuki когда они делают эту машину можно допустим купить жука но не nissan а volkswagen это тоже стилёвая тачка мини-куперы можно купить до миллиона рублей это стилёвые машины ты каждый раз выходишь и просто ты говоришь скай ёб твою мать скайлайн вы видите а это интересная улица и ты можешь купить машину за небольшие деньги и каждый раз открывая закрывая ее оборачиваться и кайфовать от того то что ты ездишь на такой тачке поэтому идем вип моторс и посмотрим что те ребята продают какие какая у них автоколлекция собрана какая там атмосфера идем туда кстати говоря g-cruiser очень много катается по эмиратам но они никакие не построенные ну допустим вот у этого вроде бы сделан лифт небольшой у него убраны фендера так тойота проезжает кстати говоря а это nissan караван вообще но его здесь называют nv 350 кстати говоря в японии тоже но мы знаем что это караван кстати говоря смотрите по продав еще второй g-cruiser я его не заметил посмотрите как они хорошо смотрятся вместе смотрите тойота занимает лидирующее место по продаже новых автомобилей на втором месте митсубиши на третьем месте nissan то есть японцев любят ценят и покупают поэтому здесь встретить какую-либо тойоту ну то есть вот даже можете посмотреть ряд и увидеть много японских тачек корейские тачки есть ну там ну соответственно там porsche бэхи мерседесы кстати мерседесов меньше чем бмв здесь вот в общем вот эти все ламбы феры это все стоит в салонах но вот здесь вот в индустриальном районе но это все равно там как бы дубай не так далеко от центра в общем здесь не проносятся здесь одни феры какие-то макларены обычные тачки обычные тойоты митсубиши снующие туда-сюда на которых люди живут обычную жизнь ездят по магазинам по молам покупают продукты работают вот на ниссанах на тойотах очень много хайсов и караванов 350 инвишек друзья кстати говоря вы знаете вон тундра построенная со светом и вообще довольно таки много пикапов которые с подножками на какой-то резине на каком-то лифте ф-150 рапторы ну прям есть хорошие построенные тачки я не знаю зачем навряд ли они ездят пустыню но сам факт люди все-таки относятся к этому как искусство устроят эти машины и это не только про FJ оказывается здесь прям есть джимасы заряженные вот эти вранглеры которые просто повсеместно тоже на колесах на хороших дисках на лифте прям стилевые построенные внедорожные машины но где они тут могут найти внедорожие я не понимаю ну посмотрите вот вам пример постройки то есть ребята вообще прям заморочились и сделали можно сказать автодом в общем с выдвижным как это называется тентиком на палочках в общем очень стилевый построенный пикап на базе тундры вау в общем строят люди строят непонятно зачем но строят ну видно отдыхают путешествуют когда подхожу финальному на сегодня авто шоуруму с премиальными тачками наношения и сразу видно по припаркованным машинам то что ух-ух-у-ух-ух-ух уф-у-уф-у-уф-ун но здесь в общем дорого-богато вау вау вы видите что за пушечки и припаркованы и там стоят ждут вау я про я уже вижу то что там будет очень интересно ребята заходим ребята уже во втором заведении здесь уже сделано кстати говоря но обращаю внимание тоже на помещение как все сделано не так стилёво конечно у first motors у них музыка вообще атмосфера прям такая знаете прям короче ты как гостях у друзей в гараже здесь у нас мазератти макларены можно подходить очень близко никто не смахивает пыль к сожалению с этих автомобилей porsche ценников ничего нету но это тоже все продается здесь встречают девочки спрашивают вы хотите что-то себе подобрать или так посмотреть ну я сказал просто посмотреть но конечно хотелось бы и подобрать это тоже это все строчка автоделиров которые вот здесь продают байки там сейчас будет дальше салон мазды и других авто брендов кстати грей rolls-royce тоже на этой улице поэтому в эту строчку хотят попасть многие продавать свои машины и это бушные автомобили которые можно сдать по комиссии и продать их через этот авто салон но как сами вы уже понимаете здесь те самые машины которые которые ем покупают очень редко мало людей все-таки вот пушки здесь никто не возьмет вы какую-нибудь неинтересную машины смотрите здесь вот такая вот старая школа вот это мерседес стилево построенный все все таки они какие-то были такие веселые игрушечные а вот здесь вот серый стиль с черными элементами по кузову все таки делает эту машину поинтереснее повзрослее ну даже бмв даже бмв здесь золотист о божечки это nsx вот это интересная тачка и еще посмотрите вот допустим да стоит бэха там стоят rolls и вот здесь стоит porsche но моего внимание все на nsx и вот это конечно интересная машина honda красавчики они взяли и попали высшую лигу и по стилю и по техническим решениям ваш напоминаю это гибрид это роботизированная коробка это турбомотор это все в этой машине сочетается к сожалению мы не привезли ни одной и вероятнее всего не получится такую привести ближайшее время там ввиду курсов ввиду того то что все-таки люди покупающие там за там условно говоря 15 миллионов они выбирают автомобили в стиле gt в стиле там девятьсот 11 труба с там и прочие гоночки к сожалению ни одного даже запроса мы не получили на секс центре зала стоит вот такая вот стилёвая бэнтли gt speed на очень гармоничном салоне вот эти ромбики которые они везде используют просто любовь но хотя вроде бы салон похож на rolls тоже очень много таких классических решений но выглядит это намного более стилево гармонично и посовременнее кстати говоря вон они используют мониторы которые открываются когда запускаешь машину вот в общем эти ребят все-таки миксуют какую-то классику с современными решениями монитором подсветками и получается вот такая вот стилёвая тачка ребят модель какая в общем создается шоуру пригоняются машины на продажу за комиссию они их продают они их там делают детейлинг чистят дают всю информацию берут на себя полностью все переоформление как все стильно и дорого берут на себя все переоформление и занимаются продажами вот таких вот автомобилей так как все исчисляются на сотни тысяч долларов на миллионы долларов поэтому даже за скромную комиссию все это имеет смысл но точнее за маленький процент от продажи розы бентли чем все топовая просто грядка кулина на наф и вот здесь вот они поинтереснее в углепластики ой вот этот серый какой красивый какой стиль ой какие колеса вася просто ряд кулинаров я нигде такого не видел просто ряд желтый вау это я еще иду справа от меня просто геленвагена 63 ну по сравнению с кулинарами конечно один кулинар стоит как два гелика смотрите одни шестьдесят третье но особо ничего интересного у них нету следующий ряд так где где пройти следующий ряд это у нас давайте сразу посмотрим они кстати говоря вот эти все тачки так как бы тут ничего сами штанами не поцарапать вот тут вот целый ряд идет урусов всяких разных я вижу некоторые прям был некоторые новые урусы продаются бентьяги это все стоит в дальнем углу ну и вот такие вот тачки как defender и ух ты какой спрятался тут это у нас ну попробую предложить спайдер фера здесь тоже еще одна фера почему-то спрятан не на первой линии здесь вот defender и mercedes и всякие майбахи и джелесы в общем это здесь вообще обычные тачки но они не особо интересны потому что здесь все пестрит вот такими всякими карбоновыми урусами бы тягами кулина нами 223 ски майбахи вот целый ряд фарши очень все красиво ой вообще вот это вот это это просто я не знаю здесь такие капиталы собраны под одной крышей очень все дорого просто ламборгини 911 turbo с и на каких салонах у божечки какая bentley gt кабрик красивая audi просто посмотрите на вот это разнообразие панамера смотрится тоже очень скучно бэха очень скучно ребята перегоняют очки audi макларен темно-зеленый выглядит куда лучше как лягушка чем в предыдущем автосалоне предыдущем автосалоне все очень дорого ламбы ферры роллсы просто у меня внутри у меня но я даже немножечко перегорел им честно говорю я то есть иду и ну я уже не могу у меня отдела мозга которую выбрасывают определенные гормоны и другие органы они уже немножечко немножечко притупились потому что у тебя просто каждый шаг и у тебя вот такие монстры 918 его посмотрите на этот кабрик он просто вау такой же как и фест моторсе шикарные . просто шикарнейши просто каждая это дубай то место где сейчас просто собираются все люди у которых есть деньжата покупают недвижимость покупают машины покупают вообще все они даже купили франшизу лувра за 500 миллионов долларов и построили его в абу-даби в общем то страна которая забирает все самое лучшее с мира привозит себе строят у себя забирает мозги из разных стран том числе из россии и поэтому здесь является нормой вот такие автосалоны где у тебя собраны лучшие автомобили мира которые дают тебе эмоции кайф ощущения классной жизни посмотрите как стилево выглядит мерседесик очень стильно что это за модель 300sl вау просто очень очень-очень-очень стильно выглядит так но здесь у нас porsche тоже стилевые стоят стоят смотрят на людей люди смотрят на них просто я не представляю сколько здесь денег очень интересные тачки очень дорогие очень красивые люди приходят вон там ребята с казахстана что-то себе присматривают гелика какого-то 63 в общем здесь просто квинтэссенция дорогих классных спортивных мощных машин очень крутое место очень я просто вообще сегодня я не знаю никакой стриптиз никакие голые женщины не дают этого эффекта который сегодня произошел во мне вообще просто рождались такие эмоции эти звуки визуал к сожалению нельзя посидеть в некоторых агрегатах вообще бы ой а прокатиться вообще даже боюсь подумать там просто можно описаться от кайфа так ну что идем далее вот здесь вот у нас даже вот такие вот рано стоят тоже всякие спецверсии rose вот такой вот старичок я даже честно говоря так это у нас то у нас м3 я даже таких в россии никогда не видел интересная машина на механике ну наверное едет достойно особенно для своих лет ну здесь уже такие автомобилей интересные как минимум майбах очень старый тоже продается все продается стыке уже более современные мерседесы купе с 65 тоже уже идет на сенсорах это наверное год где-то 2018 ребята и в самом уголочке спрятался ford бронка посмотрите как он сделан вы посмотрите на эту фару вообще уникальная машина хотелось бы на такой конечно по лесам обратите внимание здесь брезентовая крыша просто которая легко снимается у тебя получается багги блин такой вот стиль абсолютно новая машина вся облистит вообще клиренс ну просто ну вот хочется ее затестить где-нибудь в нашем приморье ну вы знаете тачки да тоже крутые тоже красивые но все-таки какая атмосфера first motors она абсолютно другая и мы в компании хотим создавать нечто подобное то есть потому что мы продаем товар который могут продавать и любой другой дилер и мы все-таки через сервис через общение с людьми через какие-то электронные сообщения там через всякие фишечки которые я не буду здесь говорить чтобы нашим конкурентам было сложнее нас копировать чтобы люди кайфовали ваша first motors и просто не хотелось уходить очень крутая атмосфера и музыка и люди и сервис и как все построено настроено стоят такие как не парогенераторы которые вкусный запах дают звук кофе машины блин здесь как-то все не живо так вдоль окошечка у нас тут вот стоят вот такие вот что там за автомобиль даже 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 такой не знаю aston martin кузовик кроссовер это тоже очень свежая машина да я видел рекламу то что они появились просто понимаете когда машины не в твоем мире я даже честно говоря особо не интересуюсь вот такими вот всякими новинками потому что но эта тачка там стоит знаете там 200 тысяч долларов там 300 тысяч долларов и ну она просто не наша целевая аудитория они мне не особо интересно поэтому я там знаете сходу так издалека вообще не могу понять что это за машина просто считаю отличное решение это у нас гелик в последнем кузове и голубой цвет с черными элементами просто смотрится суперски и посмотрите белый салон 22 год 63 гелик очень круто выглядит вообще в этом цвете я честно говоря я бы хотел бы себе бы если бы нравились гелики это коричневый с черными элементами с черными колесами это голубой вот такой либо красный очень 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 нравится эти три цвета и просто взять черный гелик в двадцать третьем году по моему но и бескусится немножечко когда есть вот такие вот цветовые решения во втором зале lamborghini тоже все матовые пленки кстати видны нюансики то что смотрите вот на крыле тут есть повреждения в общем эти машины тоже тоже живут на обычных дорогах где могут ударить дверью соседней машины могут пострадать немножечко ой какой стилёвый porsche макларен кабриолет темно-синий давайте глянем ой какая неудобная сидушка хочется посидеть но я думаю только когда ты заинтересованный покупатель когда ты приезжаешь с толстенькой сумкой louis vuitton в которой лежит кэш или у тебя оформляется подобная машина в лизинг международный тогда ты можешь тут сидеть и прочее не буду исполнять что я хочу купить и дайте посидеть а вот вот эта lambo в бело-черном свете очень круто смотрится ferrari тоже в беленьком свете кстати говоря они тут все весь ряда в белых автомобилях mercedes выглядит скучновато вот этот gt mercedes очень круто выглядит посмотрите еще вот в этом дизайне вау первый раз такое вижу чё-то 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 в россии не видел такого очень круто задизайнили ну вот куда лучше вот такие вот более серьезные цвета этой тачки идут нежели там просто оранжевый с черным и она выглядит просто как немножко как-то дешево а вот здесь вот посмотрите какой стиль стильный стиль так это у нас этот смешной жук это у нас bugatti блин я вообще истинно не понимаю эту тачку но как бы дизайнером виднее я тут человек вообще простой из деревни из Владивостока поэтому как бы не вообще не претендую на оценщика автомобилей как они выглядят но чисто почувствуем такое себе McLaren зеленый просто похож на лягушонка какого-то углепластик кстати говоря это тачка стоит 5 миллионов евро извините меня я читал про эту машину и в общем это не хухры-мухры и вот грубо говоря еще такая же только чуть-чуть попроще колеса так и колеса тут вообще по сравнению с машиной ничего не стоит ты можешь себе поставить любые если у тебя есть 5 миллионов евро ты можешь себе заказать абсолютно любые колеса тоже спидтейл но это классический McLaren беленький красивый продолжает у нас белую строчку машин это наверно тачки сотрудников стоят вот стойники на номерах в общем тоже урусы феры в общем это просто очень интересное место конечно голову очень растягивает Vip Motors да и вообще все автосалоны в которых я сегодня был ты когда ты смотришь очень много на подобные автомобили у тебя конечно растягивается картина мира по поводу авто дизайна по поводу подхода к красоте автомобиля к тому что он тебе дает для тебя это просто какая-то машина которая тебя перевозит из точки а в точку b либо это кусочек твоей жизни который дает дает тебе эмоции кайф красоту визуальное наслаждение о боже какие они красивые просто глаз не оторвать ребят ну что закончилась прогулочка моя по вот таким вот крутым автосалоном машина просто мне очень понравились было очень интересно я внутри серьезно ощущаю то что мой мозг перестал выбрасывать гормоны какого-то вау я немножечко прям насытился вот этой вот автомобильной эстетикой и сейчас вот сейчас просто проезжает 570 да белый красивый вон он но нет вот здесь вот тачки и внутри сегодня во мне чуть поменялось мнение знаете по поводу удобно надежно как-то да это все остается японские тачки они вот такие то есть и они здесь дубай они занимают пьедестал топ-3 по продажам но сегодня я понял то что твоя машина должна тебе давать визуальное удовольствие визуальный кайф ты должен что-то чувствовать за рулем и не обязательно тратить на это сотни тысяч долларов это можно сделать даже за там вот за обычные бюджеты за которые мы покупаем кейкары и прочее ребята собственно говоря в этом и наша специализация компании стою возле дороги не забывайте специализация нашей компании чтобы за ваш бюджет посоветовать вам крутую тачку да это будет suzuki hustler да это будет honda and wagon это будет какая-нибудь toyota gt на коробке это будет subra за 3 200 за 3 500 и там вот эти машины они стоят в разы в десятки раз дороже но от тойота gt 86 от subaru brz от lc от rcf от gs а даже от лексуса можно кайфовать больше нежели от какой-то скучной камри ребят поэтому если вам нужна консультация куда на что потратить плане автомобилей на что потратить ваши деньги в мире автотранспорта что сейчас можно привезти из разных стран обращайтесь к нам мы посчитаем на япония корея эмираты сша китай мы подскажем как ваши деньги превратить не просто в железо которое вас будет перевозить из точки а точку б это будет еще и классно кайфово вы будете оглядываться на свою машину и благодарить нас за то что мы вам подсказали и привезли этот интересный автомобиль ребята оставьте ваши комментарии внизу подпишитесь на канал поставьте лайк и ожидайте также новые выпуски из других стран из эмиратов в общем на нашем канале будет интересно ребят а я пошел наслаждаться закатиком дубая пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт выборе качественного автомобиля